Вы вдоль конвейера будете просто идти, просто идете, смотрите, можете остановиться около какого-нибудь двигателя, там что-нибудь смотреть. Слесарю МСР Юрию Леонову совсем непривычно быть в роли телезвезды, но он, как человек ответственный, подходит к делу серьезно, привык помогать. В силу характера часто брал на себя роль наставника на заводе и во время съемок про коллег не забывает. Это отпустил тету? Юрий Леонов на КАМАЗе с 1979 года, почти 40 лет, в одном цехе. И на наш вопрос, почему, не находит ответа. Никогда не задумывался об этом, просто нравилось работать и все. Говорит, вместе с ним росла и мощь двигателя. Когда-то собирал небольшие, всего 180 лошадиных сил, теперь имеет дело с 400 сильными. Один из первых, я 10 больше двигателя собрал. Потом на конвейере перестановку сделал. Ну, там, вместе с мастером. Вслед за ним из Башкирии в набережные Челны переехали сестры. У них и у мамы он был один. Защитник и опора. Росли без отца. Поэтому привык быть с ними рядом. Его родная сестра бок о бок проработала с ним на конвейере. Недавно ушла на пенсию. Здесь же, на движках, он встретил свою будущую жену Ольгу. На меня поглядывай. Эти двое, которые и спустя 35 лет брака, продолжают держаться за руки. С гордостью говорят о своей большой семье. На Литейном сын и сноха, на Пресс-Вранном дочь и зять. Сестра Ольги на термогальваническом производстве. И еще несколько человек со стороны супруга также работают на КАМАЗе. Это как второй дом. Я вот на пенсии два года, уже третий год. Но я еще хочу работать, пока здоровье позволяет. И здоровье позволяют. Заряжают энергией три внука и внучка. А еще большая семья, рассказывает Ольга, любит гулять по лесу, ездить в деревню. Ландыш Капранова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа.